Больше двух лет назад мир столкнулся с беспрецедентным вызовом новой коронавирусной инфекции. И именно они первыми вступили в бой с опасным вирусом. Не жалея себя, врачи, медсестры, фельдшеры ежедневно спасали чужие жизни, порой даже ценой собственной. День медика – еще один приятный повод сказать спасибо всем работникам сферы здравоохранения. Сегодня выходной день, да, воскресенье, праздничный такой вечер. Но и в эти минуты ваши коллеги, они выполняют плановую и экстренную медицинскую помощь. И, конечно, я хочу вспомнить их и прошу вас передать самые теплые салава поздравления вашим коллегам, которые сейчас находятся на службе. Развитие здравоохранения было и остается одной из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной, подчеркнул Роман Старовой. Памятными наградами он отметил тех, кто многолетним трудом и достижениями доказал преданность профессии. Среди них и заведующий отделением урологии областной больницы. Врач должен быть честный, в первую очередь перед пациентом и перед собой. Врач должен быть человечным и, наверное, должен любить просто жизнь, чтобы помогать людям. Алексей Капустин – представитель медицинской династии. Уже два года он руководит Абаянской ЦРБ. Признается, несмотря на сложности, ни за что не променял бы свою профессию. Про бабушка. У меня мама, как бы, были медик. Жена сейчас. Дочка, конечно, хочется тоже стать врачом. И я, конечно, с малых лет всегда непосредственно соприкасался с медициной. Вот. И в один прекрасный момент решил, что я буду доктором. Первый рабочий день у меня был, как сказать, очень-очень сложный, как, наверное, у всех. То есть прошел испытания по полной программе. То есть были операции, были тяжелые пациенты. То есть 24-часовые дежурства мне отдохнуть пришлось всего лишь 45 минут. Я никогда не забуду это дежурство. Всего в лечебных учреждениях региона трудится 23 тысячи сотрудников. Из них почти 4,5 тысячи – врачи. Ангелина Яхантова, Антон Латышев. События дня.